МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Майор Николай Николаевич Никишин. Карельским фронтом руководил генерал-лейтенант Валериан Александрович Фролов. 24 апреля в 6 часов утра части 23 и 263-й стрелковой дивизии одновременно перешли в наступление на главном направлении. К исходу второго дня они вклинились в оборону противника на 6-7 километров. На остальных участках не продвинулись вообще. Противник сумел задержать советское наступление, имевшемуся в первой полосе незначительными силами, а за это время срочно подтянуть резервные части с других участков фронта. После перегруппировки сил 3 мая советские войска возобновили наступление. Продвижение вновь оказалось медленным, но атаки советских войск были настолько упорными, что кестинская группировка попала в полуокружение. А 30 апреля части 8-й лыжной бригады перерезали шоссе, по которому снабжались немецко-финские войска в кестинге. Для врага на кестингском направлении создалась критическая ситуация. Но, несмотря на это, противнику удалось отрезать вышедшие западные кестинги, лыжную бригаду и стрелковый полк. После еще одной трехдневной перегруппировки сил, советские войска 10 мая продолжили наступление. Однако никакого успеха не достигли. 11 мая части армии перешли к обороне, при этом оставив около половины занятой в ходе операции территории. Основные причины неудачи, неподготовленности операции, отсутствие запасов боеприпасов и недостаточная оснащенность войск инженерно-саперными подразделениями в условиях бездорожья и пересеченной местности обращают на себя внимание и шаблонные действия советских войск на тактическом уровне. Основным итогом операции все же необходимо признать истощение резервов противника и отказ последнего от запланированных на лето 42-го года операций в Карелии. Валерия Конева, Новоуральская вещательная компания.